Городище Старая Рязань, некогда центр Рязанского княжества, ныне одно из крупнейших городищ, которые исследуют археологи. Впервые внимание на это место обратили после того, как летом 1822 года крестьяне случайно обнаружили ценный клад золотых украшений. Около 50 золотых ювелирных изделий весом более 2 килограмм. Сегодня предметы этого клада являются достойными экспонатами Оружейной палаты Московского Кремля. Однако масштабные археологические работы здесь начались гораздо позже. За все время найдено более 13 кладов. При этом исследовано, по мнению специалистов, не более 5-6% территории древнего поселения. Каждый сезон дает немало интересных открытий. В прошлом году, например, найдены предметы, каких в древнерусских поселениях до сих пор еще не находили. Обычные вещи – бронзовые гвоздики, при помощи которых обивали мебель, сундучки, что-то такое. А этот гвоздик, мы их часто находим, но этот гвоздик был необычен, что на нем изображено какое-то лицо человека. С лицами в прошлом году было не все так просто. Мы нашли еще и второй предмет, где изображено лицо человека. Это перстень медный с каменной вставкой, на которой изображено какое-то лицо. Но мы, опять же, ничего подобного в русской культуре, в древнерусской культуре не видели никогда. То есть вещь уникальная и явно не местного производства. Вот этот перстень. Камень, тоже пока не ясно, какой это камень, но очень похожий на жадеид. И, возможно, это производство какое-то с Дальнего Востока, Китая или что-то похожее. Оттуда этот предмет попал в старую Рязань. Это говорит нам о том, какие были широкие связи у города. И, в общем-то, то, что жили там люди, не самые бедные. Так называемый 47-й раскоп, где продолжат работу археологи. И в этом году место, в котором располагались усадьбы довольно зажиточных горожан. Две усадьбы ювелиров удалось исследовать, а в этом году ожидания найти не меньше. И мы сейчас исследуем уже, возможно, участок, где располагалась третья усадьба. Кому принадлежала эта третья усадьба, пока мы сказать не можем. Может быть, это был еще один ювелир, может быть, кто-то еще. Но поскольку это часть города, была достаточно престижной. И жили там люди непростые, а жили там люди, в основном, зажиточные. И ювелиры относились к числу таких вот людей. То мы надеемся, что и третья усадьба, которую мы начнем в этом году исследовать, она нам даст не менее интересные накладки и что-то новое о жизни города в эпоху его расцвета. Серьезные открытия только впереди. И стать причастным к ним может каждый. Ежегодно в экспедиции участвуют волонтеры. И в этом году лагерь археологов готов принять желающих работать на раскопах. Многие находки последних лет будут выставлены в новом здании музея, открытие которого запланировано на декабрь этого года. Кстати, нам обещают сенсацию. В новом здании представят находку, которую общественность еще не видела.